Дорогие друзья, представляем вам один из самых удобных и экономичных сайтов по поиску и покупке авиабилетов, а также бронированию отелей. Если вы хотите хорошо отдохнуть и при этом не переплачивать, добро пожаловать на сайт, ссылка в описании. Субтитры делал DimaTorzok Квест, который открылся в отеле Класс, в Махмутларе. Друзья, мы отправляемся в Махмутлар на квест. Все вам покажем, расскажем. На квесте, к сожалению, нельзя снимать его внутри самого квеста, но снаружи можно. И организаторы квеста тоже расскажут вам особенности этого квеста и почему. При вашей поездке в Аланье, даже если вы здесь проживаете, этот квест обязательно посетить. Мы все в предвкушении. Посмотрим, как мы пройдем, насколько быстро мы пройдем и успеем ли мы за час пройти весь квест. Поэтому оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Не переключайтесь. Всем привет! Добро пожаловать в квесты Фантасме, которые вот-вот открылись у нас в городе Аланье в Турции. Пойдемте посмотрим. Наши квесты находятся в класс отеле, прямо на набережной зоне. Вам очень легко будет до сюда добраться. Итак, вот мы зашли. Вот такая у нас прекрасная зона встречи наших гостей. Что же здесь самое главное? Зачем нам сюда идти? Здесь открылись самые увлекательные, самые невероятные игры, которые только можно представить. Это квесты в реальности. Пойдемте. Вот наши счастливые гости, которые только-только вышли из квестов. Итак, наши квесты. Их два. Один у нас на тему мистики, дома с привидениями. В общем, адреналин и эмоции вы получите точно. А второй веселый, комический, юмористический, где вы оторветесь с друзьями на полную. Итак, подробнее о наших квестах. Первый, который мы вот-вот только открыли, называется «История ужасов». Это история старинного дома, в котором когда-то сто лет назад при странных обстоятельствах погибла целая семья. Вам с вашими друзьями предстоит зайти в этот дом, выяснить, что же там случилось, спастись самим и выпустить оттуда души погибшей семьи. Вот такая интрига. Вот настолько страшно, настолько интересно. Всех ждем. Это очень круто. Наш второй квест называется «Утро в баре». Здесь страха нет абсолютно никакого. Единственное только переживание — успеть открыть ваш собственный бар за один час. Главное условие любой игры в реальности — нужно успеть все сделать за один час. Итак, почему мы окажемся в этом баре? Представим, что вы владельцы этого бара и произошла какая-то сумасшедшая вечеринка. И вы просыпаетесь утром в этом вашем собственном баре и понимаете, что все напитки закончились. Вам нужно найти все заначки барменов до того, как придут ваши посетители. Успейте выиграть за час. «Бару и придет назад» Друзья, вы готовы? «Да, да, да». « Ну и кому получается нет, мы бара мы сорок интересах, где борца проверим, мы вернемся». « morning у меня все вопросов – не боюсь, не осознавать все. На что у вас достигает?» « Ну всё, победитель начи с команда. Как эмоции?» 43 минуты? 43. Супер. А на село дыхание интересно? Очень интересно. Мы очень гордились, очень эйлендились. А если гордится, то мы не говорим. Если не гордится, то мы не говорим. Мы и испугались, и было весело, и было интересно. И год. И голову немного тренировали. Размяли, Москве. Какой самый страшный момент для вас? Самый страшный момент... А давайте мы оставим это интригой для будущих игроков. Но вообще, скажите, было сильно страшно вам? Самое интересное, что это происходит неожиданно. Корпунь щи дима? Оксана, сколько? Так, было сложно. Квест сложный для вас? Для первого раза, да. Для меня для первого раза. Но в квесте он сложный. Но если делать все внимательно и следовать знаком, то здесь самая главная внимательность. И, как вы сказали, командная работа. Я думаю, утро в баре вы пройдете вообще за 20 минут. Мы уже ждем. Мы уже ждем, да? Скорее выбрать. Поэтому, друзья, все, кто смотрит нас на YouTube и не смотрит нас, и все, кто... Наши фолловеры на Facebook, добро пожаловать в квест, участвовать. Вам это обязательно понравится, потому что в Алании таких мест нет. И я думаю, что у вас впечатления останутся над всю жизнь. И вы приведете своих друзей сюда, придете на следующий квест, и всем будете советовать. Поэтому здесь очень классно. Все, все, обязательно хотя бы раз приходите сюда. Егор, всегда как? Обязательно. Супер! Спасибо, мы вас ждем еще. Первый раз я сходила на квест в России. Вместе со своей мамой. Мы пошли вдвоем, и нам очень-очень понравилось. У меня мама весь квест охала-ахала и говорила, Женя, посмотри, как здорово, Женя, ну посмотри, вот здесь вот это, здесь вот это. С первым квестом мы с ней удачно справились. Потом, к сожалению, мне пришлось, ну или к счастью, как бы вернуться в Турцию. Я имела в виду, что, к сожалению, это был мой первый и как бы единственный пока опыт в России. Вот, хождение по квест-комнатам. Потом я приехала в Турцию, и мне стало интересно, вообще развито это здесь или нет. Вот. Потом я сходила вместе со своим мужем и еще с несколькими людьми на квест в Алании. Нам тоже понравилось. Еще один раз я была на квесте в Анкаре. И после этого как-то подумалось и захотелось создать что-то подобное. Потому что, во-первых, это мне самой интересно, а во-вторых, мне показалось, что как бы в Алании это будет интересно и туристам, и местным жителям. Поэтому поизучали этот вопрос, решили купить франшизу у успешных квест-делов в России. И вот несколько упорных месяцев работы и создали вот первый наш квест. И сейчас занимаемся строительством второго нашего проекта. Ваш квест для какой возрастной группы? В этом квесте, в принципе, могут участвовать как бы и дети, но с родителями обязательно в сопровождении взрослых. А с 14 лет, пожалуйста, дети могут создавать свои собственные команды, приходить сами. Молодежи это тоже очень интересно. Ну и людям, в принципе, которым и за 40 лет и дальше, я думаю, что тоже будет интересно. Эти квесты созданы таким образом, что какой бы человек ни был, сколько бы ему ни было лет, чем бы он ни занимался, чем бы ни увлекался, эта игра настолько охватит его, он найдет в ней то, что он ищет. Потому что у нас есть команды, молодые ребята, там 14-15 летние мальчишки, которые приходят, им хочется адреналина в этом возрасте, хочется какого-то трэша, эмоций, даже не особо хочется думать. И они получат это прям в полной мере. А есть, ну, более там люди в возрасте, которые приходят, им может быть неохота там верещать, визжать и чего-то вот такого невероятного. Им хочется проявить свой интеллект, это умные люди, им хочется разгадать загадки, им хочется ощутить вот то неповторимое чувство победителя, когда ты понимаешь, что ты сам догадался, ты сам до этого дошел. Поэтому каждый в этом квесте получает свое. Ну что, друзья, наконец-то и в Алании появились такие интересные вещи, как квесты, да? Да. Сегодня мы прошли вот этот квест в старом доме с привидениями. Егор у нас профессионал, он решил большинство задач, потому что он уже проходил такие квесты и самые страшные. Ну как, тебе понравилось? Да, здорово. Да. Я тоже просто в восторге. Всегда на меня понравился как грим у людей, которые выходили сюда. Ага. Слушайте, я бы этот квест проходила, наверное, еще часа два-три, да? А я не хочу, чтобы он не заканчивался. Поэтому, друзья, если вы хотите классно провести время, если вы живете в Алании, если вы проезжаете в Алании отпуск, обязательно посетите этот квест. Все ссылки на сайт, группу ВКонтакте, группу в Фейсбуке, ну в общем все контакты, которые есть у ребят, которые занимаются квестом, мы оставим в описании под этим видео. Поэтому обязательно приходите, впечатления, я не перестану это повторять, останутся у вас на всю жизнь. И вы не только классно проведете время, но и потренируйте немножко свои мозги и, в принципе, определите уровень своих интеллектуальных возможностей. Поэтому, друзья, всем добро пожаловать, это было невероятное приключение, хоть и небольшое, но просто классное приключение. Всем в класс отель, всем в квест Фантасмия. Ну, а мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, обязательно комментируйте видео. И до новых встреч в классных местах, в интересных местах Алании, которые вы увидите только на нашем канале. Пока!